Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналя. И сегодня у нас очередное обновление Star Stable Online. Говорю заранее спасибо, что вы дождались его в это воскресенье, спустя уже столько дней после выхода обновления. Но тем не менее, сегодня мы посмотрим, что же нам обновили в этом обновлении. И плюс, что добавили в Star Stable Horses. Это тоже очень важно. Так что берем что-нибудь вкусненькое, устраиваемся поудобнее, седлаем своих коней и поехали! Да, первая мысль, может быть, у кого-то променкнула, что за персонаж. Однако это просто переделанная Дарья. Нет, я не меняла скинтон, просто как-то по настроению под эту лошадь я захотела персонажа переодеть. Я сама до сих пор шугаюсь, как будто это не мой персонаж. Но давайте по поводу персонажа я закончу и перейдем к обновлению. Пожалуй, я хочу начать непосредственно со Star Stable Horses, потому что эта новость очень сильно меня зацепила. А дело все в том, что Star Stable Horses выпустили обновление, в котором вернули звездокровного севера шведа, такого синенького с голубыми прядями. Почему же меня это зацепило? Я вам объясню. Когда-то эта лошадь была, по-моему, в 19-м году, в апреле или в мае. Она была временная. И теперь она доступна абсолютно всем. И вы знаете, я, конечно, рада, что теперь эту лошадь смогут купить себе абсолютно все в нашей любимой игре. Но раньше мне такое доставляло удовольствие, что у меня есть старый телефон. Я поддерживаю в нем жизнь, периодически его заряжаю, хотя он постоянно выключен, поэтому заряжаю я его всего лишь пару раз в несколько месяцев. Но не суть. На нем есть Star Stable Horses, и там как раз сохранился этот самый первый конь, который был выпущен по ограниченной по времени акции. И я его продавала, ну как, ну не продавала, а покупала. Наверное, будем говорить так, потому что я не брала ни с кого деньги. Я просто заходила на аккаунты тех людей, кто мне доверяют, кто хотел этого коня себе, и покупала им за их же СК. Больше ничего не делая, кроме покупки этой лошади. Так что отзывы в группе есть. И все, кто когда-то хотели, я уверена, что вы помните, как радовались, когда я давала вам возможность купить у меня этого коня. Да. А сейчас этого коня могут купить и абсолютно все. И у него пропала изюминка. Буквально на прошлой неделе я и Каролина обсуждали тему того, что в ССО есть штучек 5 или 6 абсолютно редких лошадей, которых больше мало кто может купить. Такие как Спирит, Лузитана, Магические Березы и Сакура. Также вот этот конь был в списке, плюс в Старые Фьорды и Спирит. Но теперь, как видите, вы можете зайти на сайт, почитать эту новость. Я здесь лично нигде не вычитала ограничения по времени. Просто сколько стоит эта лошадь, что до 10 уровня можно качать, и что вы можете выбрать из 23 доступных пород, те, кто больше всего нравится. Но, кстати, я не уверена, что в ССО сейчас 23 доступных породы. Вот, возможно, 23 всего мастей. Это я верю. Но если, к примеру, туда добавят как раз Фриза, Марварри и Араба, которых уже на следующей неделе должны выпустить, то, может быть, уже и будет и 23. Я не знаю. Так что... Ой, теперь все могут его выращивать. Да, мне немножечко грустно, потому что я была таким лучом света, который просто бесплатно, можно сказать, предлагал этого коня через себя купить. По-моему, почти у всех моих соклубников есть этот конь. Жалко, не со всеми у меня есть фотографиями. Фотографии. Так, ну, еще про нового партнера, но это нам не интересно. Так что, вот главная новость, связанная с предложением. У кого есть ССК и кому нравятся северошведики, идите выращивайте. Если что, ему можно менять Граеву. А теперь мы обратно возвращаемся в Старстейбл и смотрим обновление этой недели. На этой неделе нам обновили ферму Стива. И именно, скажем так, ферму Стиву. Теперь у нас две полноценные остановки. Сейчас мы находимся в деревне Серебряной, да, деревне или деревушке, по-моему, деревне Серебряной Поляны. А ферма Стива стала по закону отдельным объектом. И так как везде и всюду очень палевно, как его обновили, я решила, что буду смотреть его, точнее, показать вам, кто, может быть, не играет, но смотрит твои видео, именно отсюда. Вы просто посмотрите на это волшебное место. Оно волшебно тем, что оно такое простое, такое спокойное и такое приятное, но при этом недалеко от города. Считайте, ферма Стива... Теперь мне будет сложно. Считайте, деревня Серебряной Поляны всегда была эпицентром всего того, что происходит, мне кажется, на Юроке. Мало того, чтобы расположение у нее действительно по центру, да и место очень всегда было людное, крутое, и практически большинство людей живут здесь. Насколько я могу судить по количеству... Тут тусича. Нам добавили... Что же, нам расширили территорию, начнем с этого. На который добавили два вот таких загона. Заметьте, там есть крыша, и под нее реально можно зайти. Так что, новое новшество для любителей ролок. Или просто тех людей, кто любит потусить со своей лошадкой здесь. Вплоть до табуреточки с мочалочкой, губкой. И седлом на заборе. Скамеечки, сено. Корыта с водой. Это реально очень приятно, такое место. И если у вас есть ребята, или вы с кем-то любите поролить, что один игрок а-ля хозяин лошадь, другой игрок это лошадь, мне кажется, это место будет пользоваться спросом. Ну, давайте посмотрим, что же еще. Нам добавили бочку. Да-да-да. И Каролина уже пускает слюни в надежде, что, может быть, дело дойдет до Чомбура. Почему бы и нет? Хотя я не знаю, как это можно предоставить в нашей игре. Но суть в том, что, да, у нас теперь есть бочка с двумя выходами ровно. Так же, как и на ранчо Старщань. Ну, а как видите, здесь все более культурно, покрашено белой краской. И вы посмотрите, заборчики не идеальны. Прям натурель. Просто очень так, по-настоящему. Даже если обновлено это место, это не значит, что оно должно быть с иголочки на всю жизнь. Они изначально его сделали так, как будто ферма Стива так и была тут много лет стояла. Золотаная крыша. Немножечко отвалившаяся краска на заборе. Согласитесь, это очень мило. И немножечко так прям приятно к душе. Из плюсов. Конюшня теперь у нас разделена на три части. Ну, скажем так. У нас есть два входа и зона, опять же, для заданий и ролки. Здесь у нас один вход. Так же здесь почтовый ящик. Мне кажется, это очень удобно. Потом вот тут такой шланг. И было бы классно, если бы можно было мыть лошадь. Но, к сожалению, нет. Вы не ослышались? Кричал петух. Я специально в этот раз решила не накладывать музыку, чтобы вы послушали, какого находиться во всей этой атмосфере. Курочки, досочки, трактора. Это все эстетика этого места. И так же вот у нас второй вход. И да, тут есть гнездышко. Правда, я не знаю, кто живет в этом гнездышке. Но зато я вам покажу, кто живет во втором. Поле почти не изменилось. Единственное, оно стало под наклоны. Так что, да. Теперь у нас больше рельефа. Больше натурального ландшафта. Своя коневозка, которая теперь называется именно ферма Стива. А городок стал деревней Серебряной Поляны. Курочки, петушочки. У нас есть тут также колодец. И лошадей переместили сюда. Теперь они стоят вот тут, вот, около коновязей. И если честно, здесь они как стоят, мне нравятся больше. Боже, я думала, я потеряла одного фриза. Ну, нет. Вот не люблю, когда ставят вот так вот. Нет, чтоб три фриза поставили, я не знаю, вот в одну длинную коновязь. Ну, в общем, да. Теперь они стоят так. Также, не угадайте, если не знаете. Это парикмахер для лошадей. Привыкайте, что теперь он выглядит так. В помощь вам значок с расчесочкой. И место с, я хотела сказать, ветеринаром. Но нет, это место с лошадиным тренером. Так что теперь он стоит здесь. Хотя, я думаю, ветеринара тоже можно сюда поставить. Но он стоит в деревне все-таки Серебряной Поляной. Очень сложно привыкнуть, что теперь это две разные локации, мини-локации. И названия у них соответствующие. А так и хочется все это до сих пор называть ферми Стива. Все-таки хорошо, что я когда обновляли деревушку Серебряной Поляной, я сделала кучу скриншотов у себя в группе, которые закинула туда в альбом. Стив с коровушкой стоит теперь здесь. Также изменилась немножечко гонка. В ней стало очень много поворотов. Колодцев, кстати, два на всю ферму. Загон с лошадьми так и остался неизменным. Он стоит вот здесь вот. Так что, благо, его оставили. По сути, у нас появилось два мини-загончика, одна бочка, осталось одно пастбище. Нам добавили собственный магазин с продуктами. Это очень удобно. Не нужно будет ездить в мини-город. Да, тут, кстати, по всей этой ферме бегает собачка и периодически лает. Тоже прям... Знаете, это вот ощущение, как будто попало в некую версию Хорсланда. И это очень круто. И вот как выглядит сейчас наша конюшня на ферме Стива, где можно поролить, убрать навоз, покормить лошадок и просто приятно провести время с друзьями. Но я вам сказала, что тут есть еще одно гнездо. И вы правы. Те, кто не знает и не заходил в игру, у нас тут живет очаровательная семейка филинов. Казалось бы, вроде бы в таком месте, а они действительно тут живут. Мне кажется, это очень классно, что... Тут просто так уютно стало, прям... Я не знаю... Я когда увидела, я зашла, я была в полнейшем восторге от всего того, что я здесь вижу. И то, что тут старый Пейнт Хорс стоит. Я, кстати, да, только сейчас заметила, что здесь стоит старый Пейнт Хорс. А он тут стоял? Я не помню. Да, единственное, тут стена в стену влазит. Но я думаю, может быть, когда-нибудь это исправят. Хотя не факт. Ну, пожалуй, это из основных обновлений на этой ферме все. Но... Но-но-но. Опять же есть но. Остался последний объект, который просто вызовет восторг, мне кажется, у всех клубов и вообще всех игроков, живущих на ферме Стива. У вас теперь, ребята, появился свой собственный плац. Открытый плац с буквами. Я поздравляю, ребята, всех, кто живет на ферме Стива. Я действительно за вас очень сильно рада. И вы просто посмотрите на это. Это классно. Это действительно классно. Возможность тренироваться здесь. На таком открытом пространстве. Да еще на теперь такой шикарной ферме Стива. Мне кажется, это просто достойно похвалы. И... Просто море счастья и эйфории. Мне очень сильно нравится. Каролина вообще оказалась в полном восторге от плаца. Даже умудрилась тут уже позаниматься. Без нас, без всех одна. Тут, кстати, три выхода. На случай, если вы опаздываете на тренировку и бежите, к примеру, откуда-то вы недалеко где-то были или вы не пользуетесь коневозками, вы можете зайти здесь. Вы можете также заехать вот через эти ворота, через которые входила я. И есть третий выход уже именно на поля, если вы хотите вот в городочек или вам нужно к мельнице. Так что, ребята, я... Если вы смотрели когда-то «Мое Литл Бонни», вы должны знать, что есть серия, где Эппл Джек со своей семьей... У них разрушился амбар, и они строили его всей семьей заново. Там была песенка, и я прям как только увидела, я включила эту песенку, я каталась тут и напевала эту песенку про то, как они строили амбар. Но я вам советую все-таки, если вы никогда не слышали эту песню в оригинале, послушайте вы ее в оригинале. Если вы знаете английский, вы сразу услышите все казусы и все недочеты в русском переводе, которые там есть. Поэтому просто слов просто счастья. Вот, кстати, собачка бежит. Это так мило. И просто если я на минуточку даже замолчу, буквально на 5 секунд, можно будет послушать всю прелесть звуков на этой ферме. Мне кажется, этого хватит, чтобы захотеть хотя бы просто приехать и в тишине послушать эти звуки. Так что на этом обновление подошло к концу. А на следующей неделе нам привезут, куда-то добавят, я не знаю даже, куда их могут поставить. Для меня это большая тайна. 6 долгожданных лошадей. Те, кто не в курсе, напоминаю, что это будет вот такой вот Квотеркорс. Араб в гречку, которого я очень сильно жду и жду. Также вот такой вот Фриз. Светло-сервый Марвара. Мечта многих игроков. Потом вот такой вот Тинкер. И необычного вида Кнапс Труппер. Ожидайте на следующей неделе, а уже сегодня воскресенье, то бишь уже через 3 дня они приедут к нам. Готовьте денежки, у кого они есть. И да, давайте же все понадеемся, я не знаю, помолимся, что они будут навсегда. И их никогда больше не уберут. Так что на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте пообсуждаем тему того, как вам вообще нравится ли это Ферма Стива, живете ли вы на ней. И если вы жили на ней, или живете сейчас, напишите, пожалуйста, какие у вас эмоции после вот такого вот а-ля было-стало. А я на этом с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! И до встречи в следующих видео. Готовимся к покупочкам!